Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пары индексов на предстоящий день. Среда, 22 ноября, и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня с утра торгуется вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.1756. Если евро-доллару удастся преодолеть данный уровень, закрепиться за ним, то уже вероятно завершение коррекционного нисходящего движения и возобновление роста по паре евро-доллар с ближайшими целями на 1.1858 и далее уже на 1.20. На текущий момент, пока продажи все же остаются в приоритете, цель по нисходящему движению – это закрепиться ниже отметки 1.1712. Пара британский фунт и американский доллар вчера не смогла обновить максимальные значения понедельника, но, тем не менее, пока тенденция остается на укреплении, по крайней мере, до тех пор, пока британский фунт торгуется выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.3209. Именно там находится область поддержки, поэтому, если мы увидим закрепление ниже данного уровня, то, вероятно, начало нисходящего движения по данной паре. Ну, а пока тенденция остается на укрепление в силе. Ближайшие цели – это обновить максимальные значения, которые мы увидели вчера в области 1.3266 и далее уже пойти на 1.3329. Пара американский доллар и японская иена продолжает свое нисходящее движение. Сегодня с утра торгуемся уже ниже минимальные значения, которые мы увидели вчера в области 1.1217, поэтому на текущий момент ближайшая цель – это уйти ниже минимальные значения 20 ноября в области 1.1189 и далее уже пойти на 1.1140. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален в том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 1.12171. Это максимальное значение, которое мы увидели 21 и 20 ноября. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент продолжают свое восходящее движение. Ближайшие цели – это закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера в области 1.2835, ну а ближайший разворотный уровень для начала продаж находится в области минимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1.2747. После преодоления данного уровня продажи по данному инструменту могут возобновиться и цели по движению будут в области 1.2656. Пока покупки остаются в приоритете и будем ожидать закрепления выше максимальных значений вчерашней торговой сессии. Пара австралийский доллар и американский доллар вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 20 ноября. Поэтому с текущих уровней вероятно начало коррекционного восходящего движения по данной паре с целью движения в области 1.7689. На текущий момент основная тенденция остается на ослабление австралийского доллара по отношению к американскому доллару. Поэтому данное краткосрочное движение мы можем рассматривать как коррекцию. Ну а завершение данной коррекции всегда является более интересной точкой для присоединения на продажу в сторону основного тренда. Пока покупки остаются до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений вчерашней торговой сессии, область 75.32. После преодоления данного уровня продажи вновь возобновятся. Пара евро-фунт продолжает свое нисходящее движение. Вчера доходили до минимальных значений в области 88.41. Именно там находится цель на сегодня закрепиться ниже этого уровня. Ну а возврат к покупкам будет актуальным в том случае, если пара евро-фунт закрепится выше максимальных значений вчерашней торговой сессии в области 88.84. Золото на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Вчера с открытия закрылись мы выше открытия, но тем не менее пока не преодолено максимальное значение вчерашней торговой сессии в области 1284.00 за тройскую унцию. Пара продажи пока остается в приоритете с целями движения на отметку 1276.00 за тройскую унцию и далее уже на 1268.00. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений в области 1284.00 с целями движения на 1296.00 и далее на 1304.00. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Цель – это обновление максимальных значений, которые мы видели в начале ноября, движение в области 64.71.00. Именно туда сейчас нефть и стремится. Ну а возврат к продажам будет актуален в том случае, если мы видим закрепление ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии в области 62.18.00. По индексу DAX вчера мы видели индекс выше максимальных значений 20 и 17 ноября, что нам говорит на текущий момент о завершении нисходящей краткосрочной тенденции на текущий момент и возобновлении роста по данному активу. Ближайшие цели на сегодня – это закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера в области 13210.00, ну и далее уже пойти на отметку 13600.00. Возврат к продажам произойдет после обновления минимальных значений в области 13.026.00. Биткоин вчера смог к концу торговой сессии, точнее во второй половине, обновить максимальные значения, что в рамках часового таймфрейма нас возвращает пока к покупкам по данному активу. Поэтому ближайшие цели – это обновление вновь исторических максимумов, движение за отметку 8336.00 за один биткоин, ну и соответственно уже далее. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного нисходящего движения мы можем отслеживать в том случае, если биткоин сможет преодолеть минимальные значения в области 7787, минимум, который был зафиксирован вчера. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, если вам понравилось это видео и было для вас полезным, то ставьте лайк и обязательно ваши комментарии оставляйте, если они у вас появились. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видеообзорах. Продолжение следует...